Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. В этом видео я хочу познакомить вас с кормом для травоядных донных рыб, в частности, конечно же, для самов, от компании JBL Nova Pleco. Но до этого давайте скажу пару слов о самом производителе. Компания немецкая, основанная в 1968 году, имеет свои центры разработки кормов, оборудование для аквариумов, террариумов и все, что связано с прудовыми рыбками. И также про философию компании. Философия компании JBL основана на трех принципах. Первый принцип – это высочайшее качество. Второй – применение результатов исследования. И третий – безвредность для природы и экологии. А цель этой компании – производить лучший в мире корм для рыб. Если вам интересна эта компания, в дальнейшем могу сделать целый обзор о производителе. А теперь давайте вернемся к самому корму. Эти таблетки долгое время не распадаются в воде, по крайней мере, так говорит сам производитель. И не меняют своей консистенции. Внимание, на протяжении 24 часов. Соответственно, не портит воду. Таблетки практически сразу оседают на дно. В состав корма входят растительные вещества, спирулина, зародыши пшеницы, древесные волокна, которые необходимы для правильного питания. Большинство, конечно же, донных рыб. Давайте все-таки вскроем баночку и посмотрим на сам корм. Субтитры делал DimaTorzok Выглядит данный корм очень натурально. На ощупь достаточно жесткий, и на самом деле его можно сломать, но это сделать не так легко. Очень такой жесткий, очень твердый на ощупь. Давайте немножко поговорим про сам состав этого корма. А состав у него достаточно интересный. Ну, первое, о чем хочется сказать, то, что в состав входит природный краситель, который улучшает окрас рыб, особенно красный, желтый, соответственно, и оранжевый. А также антиоксиданты, экстракты натурального витамина Е. Питательные элементы тоже входят в состав. Это белок 32%, жир 8%, клетчатка 13% и 10% зола. В этом корме, конечно же, содержатся и витамины. Витамины группы А, витамины группы Д, в частности, Д3, витамины Е, витамин С. И, помимо этого, хотелось бы еще сказать о том, что сюда входят овощные субпродукты до 46%, овощи 27%, зерновые 7%, моллюски ракообразные около 6%, водоросли, рыбы и рыбные продукты 3%. Ну и, конечно же, дрожжи. Друзья мои, сейчас мы, конечно же, пойдем покормим рыб этим кормом, посмотрим, как они его едят. Но перед этим хотелось бы сказать о том, что при покупке корма JBL, да и вообще любых других кормов, всегда обращайте внимание на дату изготовления. В данной баночке она находится на дне. Ну а теперь пойдемте покормим рыб и посмотрим, как они его будут кушать. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok